Здравствуйте, на канале ИТОН ТВ программа «Тема дня». Сегодня я веду, я Михаил Горин, а с нами на связи военный обозреватель израильского еженедельника «Новости недели» Давид Шарп. Здравствуйте, Давид. Здравствуйте, Михаил. Да, ну тема, естественно, у нас одна, продолжающаяся война в Украине, там началась новая фаза, вот это знаменитое обещанное нам сражение за Донбасс, и когда все обе стороны говорили, что вот оно начнется, все уже считали, что вот это должно быть сражение, как на Курской дуге, ну вот что-то вот вроде Сталинграда, где две все армии сойдутся вот в таком решающем бою. Ну вот сражение это вроде бы началось, то есть не вроде бы, оно началось, а вот такого вот, когда две армии схлестнулись, мы не видим. То есть внешне людям, не специалистам, кажется, что стороны так прощупывают друг друга, обмениваются какими-то огневыми ударами и пытаются там буквально на несколько сот метров или километр продвинуться в ту или иную сторону. Насколько вот это вот внешнее впечатление соответствует реальности? Внешнее впечатление частично соответствует реальности. Наступление российских войск, назовем это так, на Восточном фронте с коннотациями времен Второй мировой войны началось. То есть иногда, правда, не совсем просто или точно дать, вот когда это произошло. То есть произошло это, в общем-то, на прошлой неделе, но задним числом ясно, что некоторые предпосылки, не то что предпосылки, а элементы этого наступления продолжались и раньше, имели место и раньше. Только вот их еще считали тогда прощупыванием. Ну, здесь можно сказать, что если опять проводить аналогии с Курской дугой, то это, конечно, не выглядит и близко, как попытка осуществления операции «Цитадель» со стороны Германии. Вот. Россия выбрала другую стратегию, которая обусловлена советской школой наступательной, кстати говоря, в том числе и времен Второй мировой войны, а можно даже чуть ли не на Первую мировую войну обратить внимание. Так вот, тактика и стратегия россиян заключается в том, что, на данный момент, подчеркиваю, несмотря на довольно явное направление главного удара, они пытаются атаковать довольно по широкому фронту на многих направлениях относительно небольшими силами. И делают это постоянно. Сопровождается это достаточно очень серьезными артиллерийскими ударами из системы реактивного, системы залпового огня. По мере возможности они пытаются задействовать авиацию в рамках того, что очень побаиваются украинского ПВО, поэтому это можно отдельно обсудить, момент с авиацией, он очень важен. Так вот, они непрерывно атакуют, но, как правило, малыми силами во многих местах. Имеют в отдельных местах, в отдельных направлениях, они имеют очень небольшие относительные успехи. В остальных, в большинстве случаев, они успеха не имеют и практически везде несут довольно ощутимые потери. Но вот тут вопрос интересный. Если сравнивать это с первым этапом войны, когда были вот эти вот колоннообразные наступления на разных направлениях с очень уязвимыми тылами, более того, абсолютно неподготовленные наступления, вследствие чего часть колонн уничтожалась или несла тяжелые потери. И сегодняшний подход, он все равно предусматривает, при наличии упорного сопротивления, предусматривает достаточно серьезные потери. Но вот таких вот катастрофических, которые имели место в конце февраля и, в общем-то, практически весь март, таких вот катастрофических потерь при данном подходе не наблюдается. И, кроме всего прочего, мы должны понимать, что в отличие от Киевской области, где был очень важен медиаэффект, то есть те же брошенные колонны попадали очень часто на видео или оставались вообще в тылу украинской армии и так далее, и так далее. Сегодня больше вот это наступление проходит по учебнику с более-менее, ну не классическими линиями фронта, но нечто напоминающим это. Соответственно, какие бы ни были там события, видеорепортажи с мест и какие-то вот свидетельства задокументированные или запаздывают, или не поступают вообще. Поэтому ощущение у нас создается, что или не у нас, а у многих, что или ничего не происходит, или происходят незначительные события. На самом деле события значительные, и весь вопрос можно поставить так, хватит ли у российской армии ресурсов при такой тактике, а эта тактика очень изматывающая саму наступающую сторону, потому что она несет потери и, не достигнув успеха, вынуждена действовать или теми же самыми частями, или вместо них задействуют резервы, когда вот эти части теряют боеспособность, и будучи измотанными, или понеся потери. Так вот, вопрос, насколько хватает этих резервов, а также резерва боекомплекта, которые расходуются, запасов боекомплекта, которые расходуются очень интенсивно, вне всяких сомнений, это ключевой вопрос, и пока российская армия никаких серьезных успехов не достигла, это факт, и это, в общем-то, неудача. Опять-таки, время покажет, что будет дальше, мы должны исходить из того, что произошло. Из того, что произошло, наступление разворачивается неудачно, и успехов очень мало, и они мизерны. Я хотел бы вернуться к тому, что вы говорили по поводу использования авиации. А что мешает российской стороне меминизировать потери внизу, на земле, просто уничтожая, что называется, ковровыми бомбардировками украинские силы авиации? Потому что противопоставить что-либо в небе украинская сторона вряд ли серьезно может. И что мешает, еще раз повторюсь, российской стороне, условно, в Мелитополь все превратить? В Мариуполь. Мариуполь, прошу прощения, да. Значит, российской стороне мешает, в первую и главную очередь, мешает украинское ПВО, которое, в общем-то, ПВО здесь можно разделить на среднего и дальнего радиуса действия. Да, среднего и дальнего раса действия, это, в общем-то, то, что бьет на дистанции, ну, я сейчас очень упрощенно говорю, многие километры и достигает своих целей на любой высоте. То есть, можно сбить самолет на любой высоте. И ПВО короткого радиуса действия, это всем известные переносные зенитные ракетные комплексы «Стингер», «Стар-Стрик» английского производства, «Мистраль» французский, который построили Норвезцы, «Игла» советский и так далее, плюс польские вариации «Иглы». Так вот, все вот эти вот, все эти ПЗРК плюс-минус достают свои цели на дистанции, на высоте до 4 километров. И здесь они очень эффективны. Они, по сути, выключают из игры, там, где они находятся, они выключают из игры вертолеты, боевые вертолеты. Очень важный фактор в российской доктрине. Так вот, боевые вертолеты, если и мы в последние дни имели несколько видеоподтверждений, боевые вертолеты россиян, если они входят в зону поражения, уверенную, вот этих ПЗРК, то дело их очень плохо. Второй вариант, когда они не входят и пытаются поддержку осуществлять извне, и вне этой зоны. И вот тут, опять-таки, были очень прекрасные, по сути, видео, которые показывают, что вертолеты с кабрирования, то есть задрав нос с большой дистанции, пускают неуправляемые реактивные снаряды по принципу, на кого Бог пошлет. То есть, вот буквально в смысле слова. То есть, ни о каком высокоточном оружии и выявлении целей, и реальном их поражении, дело не идет. Такая же тактика применялась в Сирии, когда они боялись ПЗРК. И тогда это вообще выглядело прекрасно, потому что было видно, куда падают эти реактивные снаряды. И там было видно, что вот обстреливается что-то на горе, один падает у подножья, другой на вершине, третий еще куда-то в сторону. То есть, принцип какой? Боязнь ПВО, справедливая боязнь современного ПВО, отсутствие на их вертолетах современных систем, по-настоящему я имею в виду западного уровня, которые есть, например, у американцев на их Апачах или у Израиля, не позволяет этим вертолетам, не рискуя всерьез с жизнью, во многих обстоятельствах они пропросту не могут осуществлять эффективную поддержку. Теперь перейдем к авиации классической. Авиация классическая может действовать, естественно, на высотах более 4 километров, но в данном случае эффективность ее падает, точность падает, а у россиян с высокоточным оружием и целеуказанием, а также завязывание вот этого так называемого огневого цикла, когда обнаруживается цель и быстро поражается, у них очень плохо. Поэтому, собственно, их авиация не соответствует современным требованиям, я имею в виду опять-таки по западной мягкой. И вот здесь, мало того, что они не могут опускаться на небольшие высоты, здесь-то еще и не подавленная ПВО Украины, несмотря на то, что речь идет о ПВО советского производства. То есть, если мы говорим не о вот этих ПЗРК, а именно средней и большой дальности, это советское ПВО 80-х годов. И тем более удивительно для многих, что Россия современной авиации, ну, производства уже нашего века, да и вплоть до последних лет, не может справиться с ПВО советского производства, с которым она, казалось бы, лучше, чем российские военные. Кто еще может быть знаком с таким ПВО 80-х годов, подчеркиваю? Они с ним справиться не могут. С этим, собственно, и связано то, что российская авиация не действует. Я не имею в виду стратегические бомбардировщики, которые запускают крылатые ракеты с собственной территории, а я имею в виду самолеты, непосредственно действующие над вражеской территорией. Так вот, над центром Украины, над западом российская авиация практически не действует. Она действует по той же тактике, которая слегка напоминает вертолеты. Они, опасаясь ПВО, пытаются атаковать передний край украинцев, и получается это у них, мягко говоря, весьма неважно. То есть эффективность этих ударов невысока. Иногда, конечно, она имеет место быть, но по большому счету решающим фактором авиация не является. И это ключевой момент в войне, потому что авиация – это важнейший аспект, в котором у России на бумаге есть перевес. Вы правильно сказали, что в воздухе над линией фронта украинской авиации действовать очень трудно. Я так понимаю, что эпизодически она действует. Более того, эпизодически даже дальние рейды совершает, возможно, происшедшие в Брянске. Это как раз результат, атака в Брянске – результат такого рейда. Но, например, вступать в истребительные бои классические над линией фронта украинской авиации очень трудно. И я не исключаю, что этого вообще не происходит, потому что здесь качественное и количественное преимущество российских истребителей очевидно. Так вот, но опять-таки ПВО они боятся среднего и дальнего радиуса, а о переносных зенитных ракетных комплексах говорить нечего. Действия неэффективны. А вот где они чувствуют себя свободно – это вот над Мариуполем, который они, как вы верно заметили, в Мариуполе превратили. Мариуполь в нынешнем виде, а именно разрушенный полностью город. И вот там, кстати говоря, использовалось нечто вроде так называемых ковровых бомбардировок. Когда стратегический бомбардировщик Ту-22М3 просто в горизонтальном пролете сбрасывает, не боясь никакого ПВО, а ПВО способного достать российские самолеты в Мариуполе нету, особенно на большой высоте. И вот он сбрасывает бомбы, как это вот впервые, ну не впервые, на самом деле еще во времена Второй мировой войны, ну и после Вьетнама как-то это стало особенно. Он вот в таком режиме сбрасывает бомбы туда, куда он считает нужным. Что называется «игра в одни ворота». Такая игра велась российскими ВВС в Сирии, за редкими исключениями. И, видимо, они рассчитывали на нечто подобное здесь, но здесь, в Украине их ждал в этом плане полный провал. Так что ВВС-фактор только на отдельных участках, и то не очень значительный. А я хотел бы тогда уточнить, а знаменитые крылатые ракеты, которые могут запускаться с большой высоты и с большой точностью, и могут запускаться с дальних территорий, в том числе с морского базирования? Да, это, безусловно, вот все это мы наблюдаем с первого дня войны и по сей день. Крылатые ракеты, ну, во-первых, используются и комплексы «Искандер» и «Точка-У». Комплекс «Искандер» — это комбинация крылатых и баллистических ракет, «Точка-У» просто баллистические. Ну и воздушного базирования. Стратегическая авиация запускает ракеты воздушного базирования «Крылатые». То же самое делается с кораблей, как подводных, так и надводных. Огромное количество ракет использовано, но этими ракетами можно поражать точечные объекты, некие точечные объекты военные, объекты инфраструктуры, но такими ударами не взламывается оборона. А теперь надо учесть, что российские крылатые ракеты, и это подтверждалось в том числе американскими источниками очень серьезными, они в среднем далеко не так точны, как в том числе утверждается самими россиянами. Ну то есть, допустим, если точность заявляется 10 метров, а она 50, то при 50 метрах некоторые объекты, например, если речь идет о каком-нибудь подземном бункере или укреплении, если ты не попал в него точно, а попал от него в 40-50 метрах, то, в общем-то, он уничтожен не будет. То есть для многих целей получается, что эти ракеты недостаточно, их точность, или необходимо использовать больше. А кроме того, еще очень важный момент, огромный процент брака этих ракет. Это подтверждает Пентагон, это в свое время подтверждалось Сирией и так далее, и так далее. И вот, кстати, некая подобная ракета попала недавно в дом в Одессе, буквально на днях, знаменитый случай, и тут только можно поразиться и удивиться. Неужели они выбрали своей целью, потому что в 40 метрах от этого дома никакого военного объекта, если, предположим, ракета была высокоточной, и ее собирались положить в некий военный объект. В 40 метрах от дома никакого объекта военного не было, это видно на видео. Значит, что сказать тут? Или это они умышленно, в том же духе, как обстреливаются Харьков, рандомально системы, реактивных систем залпового огня, они решили проучить одесситов, чтобы жизнь медом не казалась, вот что называется, и поразить вот так вот демонстративно ракетой жилой дом? Или же это сбой, какой-то сбой, тот же самый элемент брака? Хотели куда-то в одно место, она прилетела в другое? Трудно сказать, но этот случай иллюстрирует все, что угодно. То есть тут и военные преступления налицо, причем, кстати говоря, если ты, стреляющая сторона, знаешь, что у тебя высокий процент брака, пользователи реальные должны знать. Значит, должны, естественно, по международным законам ведения военных действий, использовать эти ракеты так, что при наличии брака не произошло массовое побоище среди гражданского населения. Ну, тут мы имеем, я же говорю, или умысел, или умысел буквально, или же нечто свидетельствующее о низком качестве этих ракет. Вот тот же брак, а брак достигает по американским, подчеркиваю, источникам в Пентагоне десятки процентов. В любом случае эти ракеты, они все равно достаточно важное оружие, потому что в тылу они уничтожают, неважно, то есть много их запускается или очень много, но результат они какой-то дают, то есть они разрушают инфраструктуру, они где-то уничтожают и военные объекты, в том числе и важные. Было несколько случаев, когда на базе в том же Николаеве или в Явареве под Львовом погибло большое количество украинских военных, которые из-за просчетов командования остались на местах и были поражены вот такими вот крылатыми ракетами. Так что крылатая ракета, безусловно, важный фактор, но это не фактор, который, тем более в исполнении российской армии, который буквально решает судьбу войны. Еще один вопрос, который касается вооружения. На днях нам всем показывали, это в новостях, Россия демонстрировала запуск ракеты «Сармат». И многие, особенно люди далекие от военного дела, задавались вопросом, что это, особенно в фоне заявлений, что эта ракета уникальная, ее невозможно остановить, ее ничем нельзя поймать, уловить и так далее, и так далее, и так далее. И все это в сочетании с угрозами, в случае чего применить тактическое ядерное оружие, ну, вызвало определенную такой трепет и панику. Насколько они обоснованы? Ну, ракета «Сармат» — это баллистическая межконтинентальная ракета, которая еще вообще не стала на боевое дежурство, то есть она еще не готова, она испытывается. Кстати, она на жидком топливе, что, скажем так, о ее продвинутости отнюдь не говорит. То есть с боеголовками вполне возможно у нее все в порядке, по крайней мере, по российским меркам. Но на Западе, скажем так, ракеты на жидком топливе не делают уже давным-давно, перешли на твердое, и это некая другая ступень развития. Но, опять-таки, ракета не стоит на боевом дежурстве. Да, это жест, это испытание. Кстати, возможно, это испытание было бы осуществлено и без всякой войны. Естественно, что в контексте происходящего все можно воспринимать как дополнительную угрозу, и тем более угрозу применения ядерного оружия. Но тактическое ядерное оружие и вот эта вот ракета, и ей подобные межконтинентальные баллистические ракеты, имеют общее только слово «ядерное». Тактическое ядерное оружие – это совсем другое. Это, по большому счету, боеголовка. Иногда даже можно в артиллерийский снаряд ее загнать. Соответственно, применение ее, как правило, для других целей. Для решения тактических целей на поле боя. Значит, но вот решится ли кремлевский режим на подобный шаг, но это уже из анализа, это уже из такого психологического, психиатрического анализа. Потому что, на мой взгляд, это применить, в буквальном смысле слова, применить тактическое ядерное оружие – это безумие полное, с очень тяжелыми последствиями для собственной страны. Вопросы, против кого еще применить? Если против Украины или против ни с того ни с сего, против блока НАТО, это тоже немного два разных момента. Но, опять-таки, я считаю, это с точки зрения логики и вообще, вот такого военного подхода, это полное безумие, что бы ни происходило. И оценивать реальность или реалистичность таких шагов, ну, это я же говорю, тут больше к психиатрии и психологии. Но, понятно, что какая-то реальность, когда речь идет об одном человеке, который решает и который идет на шаги, которые весь мир, заметная часть мира воспринимает как нелогичные, это я еще мягко выражаюсь, иди, знай, всего можно ожидать теоретически, но, опять-таки, при здоровом и нормальной логике, что бы там ни было, решиться на подобный шаг в нынешних условиях – это… у меня нет слов просто. Понятно. Последний вопрос. Вернемся к тому, с чего мы начали сражение за Донбасс. Вот в том виде, как сейчас идет это, я не буду повторяться, вы все это детально описали. Как долго может все это продолжаться, и у кого больше пресловутый запас прочности? Потому что вы сами сказали, что при таком течении развития событий запасы надо пополнять, боеприпасы, горючее, снабжение, продовольствие и так далее. И здесь внешне, опять-таки, если смотреть со стороны, как бы прочность российская выглядит гораздо больше, ее тылы мощнее и весомее. Во всяком случае, так кажется. Означает ли это, что и перевес при такой затяжной войне на стороне России? У России есть свои козыри, это мы неоднократно говорили, в том числе и перевес по буквально вот по конкретным параметрам. Однако у России есть одна большая проблема. Проблема – ей не хватает людей. Кроме того, что они нанесли... То есть без мобилизации серьезной, у нее проблемы с людьми. То есть просто огромные потери, при том, что изначально группировка для решения таких вот суперстратегических задач, а вначале же они ставили задачи, правда, без особого сопротивления захватить, по сути, большую часть Украины и все ее важнейшие центры. Так вот, даже сегодня, но с учетом потерь, у России серьезные проблемы с личным составом. Поэтому без мобилизации. А мобилизация – это очень проблематичная, я так понимаю, и политическая, и внутриполитическая, да и не только внутриполитическое решение для Москвы. Более того, даже если ты мобилизовал, ты должен этих людей как-то подготовить. Это же не то, как они сейчас мобилизуют жителей так называемых ДНР и ЛНР и бросают их на убой. С россиянами, непосредственно из России, это гораздо сложнее. То есть, поэтому, собственно, Москва воздерживалась от такого шага. Так вот, у них проблемы с людьми. То, что в России, например, есть 10 тысяч танков на хранении, кстати говоря, меня спрашивали читатели или слушатели, мол, как я говорю, что у России было в наличии 2600 танков, из них больше четверти потеряно. 2600 танков были в войсках, еще 10 тысяч на хранении, но эти танки более старых моделей, в плохом техническом состоянии, и, соответственно, их нужно возвращать в строй. Ломкость у них повышена, эффективность понижена, а если посадить в них неподготовленного водителя, это я так упрощенно говорю, то все будет обстоять гораздо хуже. Так вот, у России, несмотря на то, что у нее много железа, и, собственно, это преимущество у нее есть и было, у нее проблемы с людьми без мобилизации, если она не проводит мобилизацию. Что касается Украины, у Украины проблема, в первую очередь, с тяжелым вооружением, но в последнее время этот сдвинулся, вопрос места, пошли, Запад перешел Рубикон, и пошли обширные поставки тяжелого вооружения, в данном случае артиллерии, уже, я думаю, первые, первые системы тяжелые орудия американского производства, калибра 155 миллиметров, уже прибыли в Украину, уже обучили личный состав, возможно, они даже уже начали применяться. И в любом случае, в ближайшие дни и недели это количество перейдет в качество абсолютно несомненно. Украины в этом плане позиции укрепляются. И если Запад поставит еще некоторые системы, ну, например, вот к тем же орудиям, которые уже начали поступать и которые обещали европейские страны, например, к ним поставить высокоточные снаряды эскалибр дальностью 40 километров. Так вот, наличие пары сот таких снарядов у украинцев и их успешное применение при наличии соответствующих разведданных может стать для россиян не то что неприятным сюрпризом, а катастрофическим сюрпризом. Да, вот таким снарядом можно легко обнайдя, обнаружив, например, штаб армии, которые так уже не раз попадали под удар с соответствующими результатами, нужно, например, его уничтожить парой таких снарядов и так далее, и так далее. Так вот, качественно и количественно украинская армия наконец-то начала получать тяжелое вооружение. Но очень важно полный ассортимент, очень важно для нее овладеть этим оружием на должном уровне и создать соответствующие резервные подразделения, которые будут боеспособными. Это очень сложный и непростой процесс. Как он идет, пока понять трудно. Но, я же говорю, козыри есть у украинцев очень серьезные. У России без мобилизации большие проблемы и без перелома обстановки в воздухе, то есть вот кардинального улучшения. У России большие проблемы. Однако на Донбассе обстановка непростая. Россияне ломятся, используя свою тактику. Пока их сдерживают. Дальше будет видно. Есть, кстати, еще один интересный второстепенный театр, назовем это. Это именно правобережье Днепра, Херсон и несколько севернее в сторону Кривого Рога. Здесь туман войны очень силен, очень густ, густова. Но я осторожно могу предположить, что у украинских вооруженных сил здесь есть очень неплохие перспективы, вплоть до изгнания россиян из Херсона, как это произошло с Киевской области. Но здесь, я повторюсь, я тут осторожно предполагаю, география и кое-какое соотношение сил указывают на этом. Но тут пока рано делать выводы. Тем не менее, ситуация может быть интересной, она будет интересной. И, возможно, она здесь сложится в сторону Украины буквально кардинальным образом. Но все-таки торопить события не стоит. Не стоит, безусловно. Тем более, что они очень тяжелые. Давид, большое спасибо, что нашли для нас время за ваш комментарий. Всего вам доброго. Спасибо вам. Всего хорошего. На этом все. Напомню, что с нами на связи был военный обозреватель Давид Шарп. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова